Здравствуйте, дорогие братья и сестры! К нам на библейский портал Экзегет пришел вопрос. Что, если работа противоречит совести, а устроиться на другую возможности нет? Действительно, это такой сложный вопрос. Прежде всего, вспоминается начало Псалтири, 1 стих 1 Псалма, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». У каждого из нас есть определенное количество задач от Господа и обязанностей. Вот если у тебя есть обязанность вырастить и выкормить своих детей, а другой работы нет, то даже если эта работа тебе не нравится, не по сердцу, или, как тебе кажется, она противоречит совести, то, видимо, выбирая между вот этими двумя видами зла, надо оценить, какой из них больше. Что можно сделать? Можно, например, понять, что конкретно в этой работе является неправильным. Конечно, если это убийство, воровство, занятие проституции, это надо бросать, безусловно, то, где прямой грех. Если это опосредованное участие в разделе того, что своровано, то надо отказаться от этой своей части. Если невозможно отказаться, надо вернуть ее Богу через, может быть, какого-то нищего человека, через малоимущего, через вдову, через сироту, через детский дом, через храм. Попытаться сделать вот как-то так. Можно на работе вспомнить рассказ об одном благочестивом очень человеке, который работал поваром еще в советское время, в большой ресторанной системе, и когда его уже хорошо узнали, ему, как и всем остальным поварам, стали давать некоторую долю. И вот он пришел к своему духовнику, очень известному человеку, спросил, что делать? Я же понимаю, что это, так сказать, сворованное. Он говорит, а ты сам не бери, ты попроси тебе дать. Вот если тебе твой начальник даст, отрежет и даст, ты сам никогда не бери, сам никогда не отрезай ничего. Тогда ты это возьми домой. И он попросил начальника, начальница. Женщина очень сначала сердилась, потому что не хотела сама этим заниматься. А потом поняла и вот с уважением к этому отнеслась, и действительно там на праздник иногда ему что-то дарила. Вот так он, в принципе, от этого отказался. И вот людей, которые отказываются от участия в тех или иных видах распила, как это сейчас называется, христиан, их очень много. Их сначала на работе считают дурачками, а потом начинают очень глубоко уважать. Потому что человек, живущий по своим убеждениям, даже если ты их не понимаешь, он вызывает у тебя уважение. Поэтому надо понять, что мы можем здесь сделать. Что мы можем конкретно в этой работе, вот ту часть, которая грешна, как мы можем от нее уклониться. Но все-таки остаться для того, чтобы укормить детей, если невозможно уклониться, молиться Господу о том, чтобы можно было куда-то еще переехать и появилась какая-то другая работа. Молиться, просить Господи, ты дал мне этих деток, пожалуйста, помоги мне их накормить. Продолжение следует...